Есть трудности с переводом многих терминов эпидемиологии на русский язык, поэтому огромная просьба, то, что вы видите на английском, запоминайте на английском. Даже если вы не знаете языка, это именно те международные термины, которые используются во всех публикациях во всём мире. И именно так, именно то, что сейчас расскажет Анси, обозначит их смысл и вообще расскажет, что они из себя означают, лучше их запоминать на английском, потому что переводы на русский язык, к сожалению, адекватного пока у нас нет. И я очень тяжелую работу наших переводчиков попытаться перевести это всё на русский язык. Тем не менее, когда вы будете читать публикации, все вот эти понятия, это так называемые меры ассоциации, occurrence, возникновение заболеваний, даже не совсем адекватно можно перевести на русский язык, они все будут всё равно в публикациях на английском. Поскольку мы планируем нашу публикацию на английском, лучше это всё и запоминать на английском. Итак, я хотел бы поговорить о первых шагах, которые вас следует предпринять для того, чтобы ваши публикации появились в международных журналах. Я думаю, что как только вы собрали данные, систематизировали их, данные по вашим пациентам, стали их анализировать с любыми целями, в любом случае вы столкнетесь с таким понятием, как возникновение заболевания, причины и следствия. И здесь я хотела представить небольшой вокабуляр. Конечно, как уже озвучили, это сложно перевести на русский язык. Итак, возникновение заболевания показывает нам, насколько распространённая эта болезнь. И в эпидемиологии нам интересно рассчитать вероятность возникновения и риски. Заболевания частотные, заболевания. И очень часто это бинарные понятия, да или нет. Иногда можно классифицировать их таким образом, как неважная болезнь или очень серьёзная болезнь. Когда мы говорим о возникновении заболевания, нам нужно определяемое и определитель. для того, чтобы рассчитать риски, вероятности и эффекты, которые нам интересны. Я начну с базовых понятий. Прежде всего, нужно знать, откуда ваши пациенты, какой у них бэкграунд. Это базовые вещи, которые нужно знать в эпидемиологии, связанные с демографией и различными другими науками, и следующими населениями, а также эпидемией заболеваний. Итак, у нас, конечно, меньше людей с признаками заболевания, чем в целом наша выборка. И если вам нужно выявить все случаи заболевания, вам нужно продиагностировать всё население. Это вряд ли возможно. И обычно мы ориентируемся на симптомы, на людей, которые сами обратились за медицинской помощью. Конечно, у нас есть такие инструменты, как скрининг, когда мы охватываем очень большой объём, много людей, но, тем не менее, здесь есть определенные риски, ассоциированные с этим методом. Итак, давайте определимся, что мы понимаем под болезнью, под критериями диагностики. Обычно люди получают диагностику, когда болезнь уже развивается, но, тем не менее, иногда это происходит и на ранних этапах, и достаточно часто, если лечение является показателем наличия заболевания. Например, в Финляндии у нас есть специальный регистр, в котором мы учитываем в случае компенсации людям за диагностику из-за лечения, которое они проходят. Но, тем не менее, не все люди с выраженным заболеванием включаются в этот регистр. Итак, как я уже говорил, у нас есть направление по анализу населения в эпидемиологии, в котором может включать людей с выраженным заболеванием, без выраженного заболевания. И в качестве числителя у нас используется количество случаев, а знаменатель – это наша выборка количества пациентов. И поэтому каждый, у кого наблюдается заболевание, будет включен в нашу выборку. Однако, люди, которые получили лечение в других местах, не попадут в эту выборку. Таким образом, у вас будут неполные данные. И сейчас я хотел бы ввести несколько терминов, но, как вас уже предупредили, эти термины не вполне единообразно используются разными эпидемиологами. Базовое население – это наиболее широкие слои населения. И затем исследователь отбирает людей, которые подпадают под критерии исследования. И это уже будет целевое население. И, наконец, после того, как исследователь сделал свою выборку, всех включил, далее наступает этап приглашения. Далеко не все, кого пригласили принять участие, согласятся. Так что, опять же, какая-то часть населения отфильтровывается. Нужно заручиться согласием пациентов. Они должны заполнить опросники. И так далее. И следующий термин, соответственно, который я ввожу, это исследуемое население. Это те люди, которые уже подвергаются вашей диагностике и анализу. В США классическое эпидемиологическое исследование. Достаточно широкое, например, 111 миллионов женщин. И исследователь решил сфокусироваться на медсестрах, медсестрах, у которых есть лицензия. И, соответственно, как я ранее сказал, сделал выборку на тех, которые замужем и жили в определенном штате. То есть это определенные ограничения, которые накладываются на исследователя. И, соответственно, осталось только 22 тысячи медсестер, которые участвовали в исследовании после этих фильтров. И дальше. Происходил отбор по качеству предоставления данных, по мотивации и так далее. Итак, это были общие терминологические вопросы, такие как возникновение заболеваний. Также мы используем такие понятия, как случай заболевания и распространение. Мы будем говорить о разных степенях распространения, точечное распространение заболеваний и распространении нас в течение определенного периода. Поднимите, кто знает, что разница между Point Prevalence и Period Prevalence. Итак, распространение заболеваний – это, собственно, та степень выраженности заболевания среди населения, которую мы наблюдаем. Для тех случаев, которые мы используем в наших расчетах, мы должны определить период времени, в течение которого наблюдалась болезнь. Если в определенный момент времени мы говорим о болезни, то это Point Prevalence. А если мы говорим о периоде нашего исследования, то это уже будет другой тип. Если мы можем спросить наших пациентов, допустим, а вы наблюдали это заболевание у себя, симптомы последние 12 месяцев? Или же мы можем спросить, а были у вас головные боли на протяжении последних 12 месяцев? И тогда будет наблюдаться Period Prevalence, то, что называется распространение в течение определенного периода времени. Далее, нужно отличать распространение от случая заболевания. Здесь мы не уделяем внимания моменту возникновения заболевания. Распространенность мы используем в основном для долгосрочных хронических заболеваний. Этот термин не очень применим для частотных. Заболевания, которые мгновенно вспыхивают. Prevalence или распространение обычно рассчитывается как пропорция, где числителем являются люди с заболеванием, а знаменателем – все население, вся выборка. Итак, случаи заболевания, в отличие от распространенности заболевания, подразумевают динамику, то есть это развитие. Если распространение говорит о каком-то определенном состоянии, то случай заболевания говорит о событии, о переходном периоде от здорового состояния к больному. Но, опять же, вам нужно определение кейса, критерии диагностики, расчетные инструменты для случаев заболевания. Есть, например, опросники и различные другие тесты. Например, можно измерять холестерин, брать кровь и так далее. Конечно, такой термин, как «случаи заболевания» сложно применять к болезням, которые возникают в непонятный момент времени. Случаи заболевания можно разбить на две группы. Первое – это пропорция, пропорционально количеству субъектов. Количество случаев, деленное на все население. И здесь мы можем рассчитать риск, частотность. И, соответственно, у нас будет тогда в числителе количество людей в группе риска. Для этого расчета мы берем людей без заболевания и рассчитываем риски. Риск рассчитывается от нуля до единицы. И, опять же, здесь мы берем количество новых случаев, а не существующих. И еще одним видом случаев заболевания является уровень, такое понятие, как «incidence rate». Он всегда пропорционален времени. Соответственно, то же самое в числителе. Но знаменатель – это уже не все население, а количество случаев наблюдения. То есть здесь мы фактически суммируем все количество времени, которое люди провели в рамках исследования. И, соответственно, люди, которые находятся вне зоны риска, люди, которые могут попасть в зону риска, люди, которые уже имеют болезнь и так далее. Все это будет влиять на время исследования. Это просто пример. Некоторые цифры. Если у нас есть данные за три года. 14 400 человек. Это количество случаев, количество смертей. Люди переходят между разными категориями. Допустим, они уже заболели, они уходят из группы риска, переходят в группу заболевших. И здесь вы видите снова те же самые категории. Общее количество людей, количество случаев заболевания, количество смертей и так далее. И вот мы можем рассчитать распространенность во время третьего года, количество всех случаев, диагностированных за третий год, минус количество смертей. И получается 41 случай. И во время этого, в течение этого года 1451 человек было исследовано. Вот мы рассчитываем распространенность 2,8% получается в ходе третьего года. А в этой пропорции мы берем только новые случаи. Старые случаи мы не учитываем, потому что случаи заболевания по определению относятся только к новым случаям. Эта пропорция будет меньше. Это плотность заболеваний или incidence density rate. Здесь мы берем количество людей в начале года, отнимаем тех, кто выбыл. Вот эти люди только полгода участвовали в исследовании, поскольку здесь в течение года были смерти и так далее. И мы получаем конечные данные, которые вы здесь можете видеть. Примерно 12, общее количество на общей цифре. И третий метод данного измерения. Но англичане используют это для данного коэффициента и соотношения вероятности. И мы смотрим, например, сейчас мы вернемся к цифрам. Если у нас 10% людей с болезнью, это пункт номер 1, и 0,9, мы делим на 0,1. И это из другого мира приходят к нам эти данные. Но мы используем это для того, чтобы рассчитать методы контроля и методы, которые должны применяться для борьбы с этим. Разные типы заболеваний, где можно использовать вот эту типологию по распространению пропорции населения, которые сталкиваются с такими симптомами. И количество случаев заболевания. То есть то, как проводится измерение данных показателей, с какими условиями сталкиваются люди, с какими характеристиками. Может быть, у них есть какая-то инвалидность и другие какие-то болезни. Например, сердечные заболевания, или люди с инвалидностью, или люди с болью в спине. И здесь распространение. И вы, например, знаете, что этот человек испытывает боль в спине в первый раз в жизни. Или, может быть, он сталкивался с этим до этого. Что касается болезни Альцгеймера, то здесь тоже мы оцениваем количество случаев и то, насколько болезнь распространена. И диагностика этого заболевания, например, с помощью МРТ, достаточно усложнена. На определенных стадиях жизни ее сложно выявить. И поэтому это такая достаточно резкая заболеваемость. Что касается гипертонии, она похожа на болезнь Альцгеймера. И очень часто ты не можешь отследить, когда именно человек сталкивается с гипертонией в первый раз в своей жизни. Есть синусит, например. Здесь тоже оцениваются меры, которые могут быть предприняты в зависимости от того, когда конкретно возникло данное заболевание. И опять цифры. Случаи заболеваемости рака в Финляндии. 5,4 миллиона. 30 тысяч случаев новых случаев рака. И также здесь приведены данные по смертности от рака. И те, которые еще живы. Здесь мы видим количество людей, которые были диагностированы с раком за последние 10 лет. И можно поиграть с этими данными. И можно рассчитать различные показатели по возникновению этих заболеваний. Если мы берем распространение, если мы делим это количество людей на общую долю в населении, получается около 4,5%. И распространение за последние 10 лет, получается около 3%. То есть мы делим это на масштаб общего населения и рассчитываем уровень смертности. Но достаточно сложно определить уровень смертности в соотношении с общим количеством населения. То есть здесь этот показатель не очень полезен. Итак, половину тем я уже осветил. И сейчас мы поговорим о мерах эффективности. И затем перейдем к третьему блоку. Сегодня утром мы уже говорили об этом. Про эпидемиологию мы формируем. Ставим вопрос. Изучаем то, как обстоит дело с экспозицией. Изучаем возникновение заболевания. И то, каким результатом мы приходим. Итак, с точки зрения экспозиции в эпидемиологии, мы обязательно должны понимать, каким может стать результат. Каким может стать физиологический результат. Может быть, изучаем обязательно факторы риска, как мы говорили, допустим, в случае с курением, какие-то психологические моменты. Это бывает достаточно сложно изучить и проанализировать все данные факторы и найти связь. Значит, здесь у нас такая простая схема по населению, по его структуре. Вот эта часть. Они как раз представляют собой эту экспозицию. То есть они подвержены данному воздействию. Здесь обозначены те, кто страдает от заболевания, и те, кто не страдают. Мы говорим о соотношении разных данных. Вот наши коллеги из Тайваня говорили о статистике и говорили о том, какой эффект мы видим в результате применения данных факторов. То есть мы изучаем разные вариации. Это может приводить к большему количеству возникновения заболеваний или к меньшему. Что мы понимаем под эффектом? Мы сравниваем различные показатели по возникновению в разных возрастных группах населения. И основы достаточно простые. Мы оцениваем воздействие на данное население. Проводим так называемое когортное исследование. Оцениваем контрастное воздействие или контрастную экспозицию. И затем мы выражаем это с точки зрения мер эффективности. И эффект может быть обозначен как разницу между различными показателями при получении общего эффекта. Мы получаем данные результаты на основе сравнительного анализа. И наблюдаемые изменения между нашими разными контрастными группами показывают нам эффект данного воздействия. И заболеваемости мы основываемся на том, что других различий между этими группами нет. И мы часто работаем именно с теми группами, которые достаточно похожи друг на друга. Мы понимаем, с какими рисками мы сталкиваемся. И это немного более продвинутый подход, о котором мы еще, думаю, будем говорить более подробно. Итак, философские аспекты и причинно-следственная связь, которую мы пытаемся отследить. И то, каким будет эффект в этой группе, которая находится под воздействием данного заболевания или среди заболевших. И мы проводим различные исследования, различные типы исследований, о которых мы говорили, типология. То есть проводим объективное исследование, объективный расчет количества заболеваний в этих группах заболевших. И оцениваем это в соотношении с теми группами незаболевших людей. Итак, вот у нас есть группа заболевших и тех, кто не заболел данным заболеванием. Мы оцениваем это с точки зрения возникновения заболевания и сравниваем это со второй группой. Это как раз в русле того, о чем я говорил до этого. В когортных исследованиях мы исследуем и изучаем напрямую возникновение и количество случаев. Здесь есть такая условная вероятность и так называемая общепринятая экспозиция. И в группах при отсутствии экспозиции мы рассчитываем абсолютный эффект. И также оцениваем присущий ей риск. Также альтернативно мы изучаем относительный риск и разграничиваем разные коэффициенты по риску. Например, здесь количество случаев без экспозиции и количество рисков в группе без данной экспозиции. И это дает нам представление об общем коэффициенте риска. И у нас здесь есть две таблицы по эпидемиологии. Вот экспозиция, отсутствие экспозиции. То есть есть болезнь, нет болезни. Когортные исследования. Исследуют новые случаи заболеваемости. Можно рассчитать пропорцию, рассчитать по частотности, а также показатели по различным пропорциям возрастных групп тех, кто заболел. И также тех групп, которые не находились под воздействием. То есть данный коэффициент заболеваемости показывает нам разницу между рисками, присущими данным группам. Итак, алгебра тут несложная. Мне кажется, кто угодно может это рассчитать. Возвращаемся к раннему, более раннему примеру. У нас есть вот это население, которое делится на две группы с экспозицией и без экспозиции. Небольшое количество заболеваний. Мы можем легко рассчитать, с каким риском мы сталкиваемся. Например, восемь случаев в первой группе. И во второй группе 32 у нас представлено человека. И путем деления мы получаем подобные показатели. Разница по рискам мы сейчас вычитаем из группы без экспозиции. Те показатели, которые есть в группе с экспозицией. И получаем конечный результат. Но также альтернативно можно считать коэффициент риска путем деления. И можно получить показатель в восемь. Итак, пример из реальной жизни немного более сложный, чем те, которые я показывал до этого. Это пример из прошлого года, как вот тайваньское исследование. И с точки зрения интровируса, дети, заболевшие интровирусом, и то, как применялось различное лечение для них. И здесь на графике показано, как изменялась ситуация с заболеваемостью среди этих детей. То есть кумулятивные заболевания и те, кто от нее страдал в группе с экспозицией и в группе без нее. Берем где-то 3-5 на тысячу человек. Это такой общий показатель, так называемый интеграл риска 0,44. То есть здесь более низкие показатели и более низкая вероятность. Еще несколько цифр. Это тоже реальный пример. Вот этот журнал, о котором уже я говорил, Майлькальм. Шведское исследование по раку груди, экспозиция. И количество людей, которые проходили через химиотерапию. Это количество людей в группе. Вот здесь вот показатель риска. И сейчас здесь приведены данные по пациентам, которые подвергались химиотерапии и которые не подвергались ей. И мы таким образом делим показатели по данным категориям. И получается, что это в 2 раза больше среди тех, кто несколько раз подвергался химиотерапии. И это мы делим на 17 и получаем финальные результаты. Что касается риска, мы видим некоторые различные. 38 минус 17 или может быть 20 минус 17. Это дает нам показатель 3 на 1 тысячу. Это как проводятся эти легкие, простые расчеты. Что касается метода случай контроль, то это не только, конечно же, такая интуитивная выборка и интуитивное мышление. Мы разделяем население по признаку статуса болезни. Это лежит в основе. Мы берем результат исследования. Мы берем различные инструменты для конкретной группы населения. Мы берем тех, кто заболел. И проводим так называемую случайную выборку. Также нам важна чистота, подверженность этой болезни и ее распространение. То есть понятно, что если в этой группе нет заболевших, то нет никакого смысла проводить данное исследование. И что касается следующего показателя и следующего коэффициента. Мы делим на пропорцию двух концов. И мы оцениваем количество случаев и делим это на случаи контроля, уже запланированного или не запланированного. Это достаточно легко выразить в данных таблицах. У нас есть случаи и есть контроль. Разделено на две части. Мы вычисляем степень, которой подвержена данная группа населения. И делим ее на данные показатели. Видите, A делится на B. И мы получаем коэффициенты двух данных мер. И если мы проводим исследование случаев контроля в группах населения, мы спрашиваем следующий вопрос. Какова экспозиция и какие методы контроля могут использоваться? И тогда у нас могут получаться несколько другие вычисления. Количество экспозиций на различные случаи. Итак, два, например, имеют экспозицию и один не имеет этого. У нас не пропорция здесь имеет место, а коэффициент. И, может быть, вы понимаете, какое в итоге финальное значение мы с вами получаем. Действия в группе контроля. Кто-то может посчитать? Значит, мы можем рассчитать, сколько людей без экспозиции, которые не находятся под воздействием. Да, получается где-то шесть. Да, вот, шесть имеют экспозицию и три нет. Да, 31 в целом получается. Итак, мы делим то, что с экспозицией, на показатели без экспозиции. Понятно, что в реальной жизни вы не будете подвергать выборке все население. Все это происходит на основе случайной выборки. И если вы используете именно случайную выборку без всяких смещений и ошибок, то вы должны получать достаточно оптимальные, достоверные результаты. И таким образом мы рассчитываем распространение, частотность заболевания. Этот, наверное, слайд мы пропустим, потому что не так уже много времени осталось. Итак, исследования, случаи, контроль являются не экспериментальными методами, методами не вмешательства, не инвазивными методами. Поэтому ключевое различие заключается в том, что экспозиция – это определенное вмешательство, то, что мы применяем в отношении населения. То есть вы вычисляете относительный риск, относительный коэффициент. Если у вас получается минус один, то это говорит о том, что определенная доля риска была оттуда удалена. Различия по рискам. Поэтому мы можем рассчитать, каких болезненных мы можем попытаться вылечить и насколько эффективными могут быть данные меры. И, естественно, воздействие и результат зависят от того, на какой группе населения вы это опробируете. То есть чем меньше группа населения, тем более эффективным будет результат данного медицинского вмешательства. Если, допустим, например, это может быть и 50% тех, кто получает медицинское вмешательство из общего количества. Еще одна иллюстрация, еще один пример. Вот у нас, например, есть рандомизированное контролируемое исследование и контрольная группа примерно сопоставимого масштаба. И вот у нас, допустим, есть смертность на уровне 6 человек. И мы можем рассчитать эффект мер по сравнению с уровнем заболеваний. И если, допустим, у нас есть 6 смертей в отсутствии медицинского вмешательства, вмешательство может пониматься и физическое вмешательство, и также применение, например, плацебо, но благодаря медицинскому вмешательству можно избежать 3 смертей из 6. И таким образом мы можем это сформулировать так, что 3 людей умерли бы, если бы не медицинское вмешательство. И мы это обозначаем в различных диаграммах, обозначаем количество смертности. И вот здесь вот обозначено, что 3 из 40 человек умерли. И мы оцениваем группу тех, которым было предоставлено это медицинское вмешательство, и те, кто получил пользу от вмешательства. Также мы оцениваем показатели по тем людям, которые выжили даже несмотря на отсутствие медицинского вмешательства. И есть также различные показатели. 60, например, на 40. И мы проводим деление. То есть на 50% нам удалось понизить риск смертности. Абсолютное снижение мы вычисляем путем операции вычитания. И, как я уже говорил, мы делим это 40 на 3, и получается 14,3%. То есть 1 из 13-14 пациентов получил пользу от лечения. И эти результаты можно обобщить на будущее. Нам нужно стараться вылечить 14 человек, чтобы от этого получил пользу хотя бы один. Еще один пример по числам, по показателям. Тот же самый метод. То есть здесь у нас два фактора риска. Мы рассчитываем разность рисков. Абсолютный риск. Одна десятая. И относительный риск 0,75. И разница рисков. Разность рисков равна десяти. Это все просто. Итак, выводы, о чем я говорил сегодня, получается, всегда, если вы планируете исследование, вопрос должен быть абсолютно актуальным, и вы должны концентрироваться на главном. И вопрос исследования, тема исследования определяет дизайн и выборку образцов. Каким образом вы будете отбирать субъекты для исследования? Дальше. Анализ зависит от дизайна. Методы также зависят от дизайна. Но первое, что вам нужно определить, это тема исследования. Это самое основное. Дальше. Распространенность заболевания, которые вы анализируете. Случаи заболевания. И здесь вы уже определяете цели планирования лечения или еще что-то. Вы анализируете случаи заболевания, то есть количество всех случаев, новых случаев заболевания, рассчитываете риски, абсолютно рискотносительный риск, разность рисков. И в рандомизированных исследованиях вы измеряете абсолютный эффект, абсолютное сокращение рисков. Все это очень точно должно быть рассчитано и отражено. Спасибо. Мы сейчас не будем задавать вопросы. Я хотела бы прокомментировать. Если вы откроете сейчас любой журнал, вот по вашей тематике, последней, все, что есть в этой презентации, 95% статей используют именно эти данные. И требования последних лет, если вы предоставляете статью, в которой нет какого-то из этих измерений, ее элементарно не примут у вас для публикации. Поэтому это, с одной стороны, просто, с другой стороны, это довольно сложно. И это только начало. На самом деле существует куча проблем с этими измерениями, которые в дальнейшем нужно устранять. Но для начала нужно научиться для каждого своего исследования найти подходящую аналитическую меру и научиться ее считать. Ничего сложного здесь нет. С одной стороны, здесь это деление или вычитание. Но ошибиться здесь можно очень просто. И даже великие ученые, клиницисты, профессоры очень часто ошибаются. И на самом деле эта лекция одна из самых важных на этом курсе. И мы постараемся распространить ее среди вас, чтобы вы потом могли еще почитать, поанализировать и научиться все это считать. Потому что второй вопрос. Все остальное вы можете отдать статистикам. Но вот это статистики за вас не посчитают, потому что вы должны сами это сформулировать и понимать, что вы считаете.